Блэйт оф Даркнес Амазонка предпочитает копье и лук, варвар любит двуручное оружие или рыцарь, мечник со щитом. У каждого героя была своя судьба, поэтому первый уровень у каждого из них разный. Гном возвращается домой к своим и находит лишь горы трупов, поэтому мечтает о мести. Амазонка ищет артефакт, который связывает ее с борьбой, а варвар идет общаться с духами, которые пророчат ему о борьбе. Ну а рыцарь, отправившись на переговоры, попадает в темницу и выбравшись, понимает, что попал между молотом и наковальней. А вот уже после первого уровня сюжет становится более линейный, где всех героев ждет одно и то же. К выбору героя следует подойти внимательно, как уже было сказано, каждый из них владеет тем или иным оружием. И если, допустим, рыцарю дать двуручную балаву, то двигаться и бить он ей будет очень медленно и неуглюже, тогда как с родным мечом и щитом вышинковать врагов он будет как винегрет. От этого изменяется и стиль прохождения за каждого персонажа, где рыцарь и гном будут предпочитать встретить удар врага на щит, а затем контратаковать. Варвар с амазонкой больше рассчитывают на первый удар, где у амазонки преимущество в скорости и длине оружия, а варвар предпочитает ударить так, чтобы второго раза и не понадобилось. Для своего времени графика была на высоте, а бои вообще поражали, да и сейчас они смотрятся неплохо. Мы парируем удар врага и сами атакуем, затем ловим момент, когда враг замахивается и ударяем снизу вверх и отрубаем ему руку. Из ран их лещит кровь, а отрубленная рука улетает вместе с мечом к стене, враг покачивается и что-то вереща заваливается на пол. И это только с рукой, можно красиво отрубить врагу голову и смотреть на брызги крови, или даже серию ударов расчетвертовать. В общем маньяки будут визжать от восторга, конечно в опциях расчлененную кровь можно отключить, но она вам надо. Карты уровней довольно запутаны и скрывают множество секретов, так что только любознательный игрок, обшарив все углы, найдет самое лучшее оружие или артефакты. Впевая монстров мы растем в уровне, подняв который повышается броня, урон и здоровье. По другому опыт не заработать, так что имеет смысл зачищать локации полностью, а не пробегать или проскользать мимо врагов. Если фильмы вроде Рэмбо являются классическими боевиками, где присутствует герой и куча врагов, то Blade of Darkness это классический слэшер, как он должен быть. Яркий как солнце, выдержанный как хороший коньяк, никаких тебе бантиков и слюнявых историй о любви, только герой и только зло. На этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал.